Привет, друзья! Это последние сводки с фронта. Сегодня мы в деталях по карте разберемся, что же происходит на украинских фронтах. И начнем мы со Старобельского направления фронта, где разберем всю хронику последних дней, проводимых там боевых действий. Хроника боев на Старобельском направлении фронта. С 7 октября до сегодняшнего дня. После отступления от Лимана и Купенска российские войска смогли сдержать контрнаступление в ВСУ и окопаться на рубежах Товолженки, Ольшина, Орлянки и райгородка Кременной. 7 октября казаки 208-го казачьего полка совершили вылазку на украинские позиции в селе Диброво. В тот же день подразделения 14-й ОМБР попытались штурмовать позиции вооруженных сил Российской Федерации в Товолженке. Российские войска отбили атаку в ВСУ и уничтожили несколько единиц бронетехники ВСУ. Из-за неудач на Товолжском участке фронта командование ВСУ сосредоточило усилия на взломе обороны вооруженных сил Российской Федерации на рубеже Ольшинка-Першитровнева. Пытались прорваться к линии Троицкая-Покровская-Новая-Дуванка-Сватова. На Лиманско-Сватовском участке фронта ВСУ сосредоточили несколько тысяч бойцов. Украинские диверсионно-разведованные группы не раз осуществляли вылазку в Кремену. В ночь с 10 на 11 октября украинские войска попытались осуществить штурм российских позиций в районе Кремену. Однако, по данным российской стороны, подразделения вооруженных сил Российской Федерации не просто отбили наступление, но и перешли в контратаку. В ходе боя российским частям удалось взять населенные пункты Терны и Новосадовы. Оборонявшие их подразделения 66-й ОМБР и 111-й ОБР ТРО были выбиты и отброшены от населенных пунктов. Российское командование продолжает перебрасывать резервы к передовой. Инженерные бригады возводят фортификационные сооружения для обороны, дабы не допустить тех провалов, которые были допущены в Харьковской области Лимани. Но самое страшное, это то, что у англосаксонских бесов, у всей этой нечистой силы получилось руками украинцев, отправляя их буквально всех до последнего украинца на убой, как об этом прямо сказал Борис Джонсон, как об этом прямо сказал американский политик, демократ Линдси Грэм. Прямо говорят, что до последнего украинца будем отправлять для того, чтобы максимально нагадить и испортить вообще, создать проблем Российской Федерации. И нам об этом говорит Скотт Риттер. Он просто прямую изобличает всю эту западную сатанинскую систему, эту партию демонократов Байдена и их хозяев мировых олигархов. К несчастью для Украины цель НАТО полностью обескровить Россию. Они будут добиваться этого до последнего украинца. Они не стремятся сохранить Украину или вернуть ее бывшие территории. Они не пытаются поддержать режим президента Зеленского. Мы попросту хотим принести Украину как нацию в жертву с единственной целью – нанести вред России. И здесь даже нечего добавить. Скотт Риттер сказал все, по сути, как оно есть. Все, что лежит на поверхности. Но на Западе почему-то любят закрывать на это глаза и врать. Потому что там глобалисты контролируют практически всю прессу. Демократы контролируют все. Есть несколько каналов – это Fox News, да и пожалуй все, наверное. Вот Fox News и все. Ну и несколько еще газетенок, которые пишут правду, как она есть. Которые принадлежат местному национальному промышленному капиталу Соединенных Штатов Америки. Такер Карлсон, Скотт Риттер, другие, Дональд Трамп лично. Они говорят правду про все, что в реальности происходит. Но демократы просто потоком лживых СМИ, которые контролируют все эти глобалистские кланы. Они заглушают эту правду, промывают мозги всем странам западного вот этого золотого миллиарда. Всем навязывают свой сатанизм, либерастию, демонократию и прочие извращения, которые именно вот работают в угоду мировому олигархату. И поэтому везде ложь и Запад одурачен. Они обмануты, они с промытыми мозгами. У них просто кошмар, что происходит в голове. Но сейчас Украина очень сильно беспокойна ракетными ответами Российской Федерации на диверсии стран коллективного Запада в отношении Северного потока-1 и Северного потока-2, а также в отношении украинских диверсионных ударов по Крымскому мосту, по ликвидации, такие как Дарью Духину. Куча попыток разнообразных терактов происходит в России, которые ФСБ предотвращает на ранних этапах. И за все это Россия, как заявил Путин, нанесла ответный удар и последнее предупреждение дала Украине. Украина очень обеспокоена беспилотниками иранскими «Шахид», которых Россия заказала более двух с лишним тысяч, и обеспокоена этими ракетными ударами. Поэтому президент Зеленский сейчас и французам, и немцам, и американцам ко всем сейчас бегает с протянутой рукой и просит средства ПВО, современные, которые способны отбивать удары российских ракет и беспилотников. Провел срочный звонок с Эммануэлем Макроном. Мы обсудили усиление нашей противовоздушной обороны, необходимость жесткой европейской и международной реакции, а также усиление давления на Российскую Федерацию. Франция поддерживает Украину. Одных только шахидов Россия заказала в Иране 2400, и за данными нашей разведки. И поэтому, шановные паны канцлеры, шановные президенты Соединенных Штатов, важно, чтобы мы имели достаточно количество ракет до наданных систем ППО и ПРО, чтобы эти системы были интегрованы с нашей системой обороны. Завтра в формате Рамштайна я просил бы, чтобы наши министры обороны обговорили это. Но президент Байден и правящая в Америке шайка демократов в прихвостне мирового олигархического финансового капитала уже пообещали Украине западные американские вот эти системы ПВО и новое вооружение, которые они сами и производят, и за счет своих же налогоплательщиков купят у себя же, у своих компаний, которые принадлежат демократам США, и собственно под соусом, что они якобы делают доброе дело в очередной раз ограбят простое американское население и положат вырученные бабки в свои демонократические карманчики. Все эти коррупционеры, все эти Блинкены, Остины и Байдены. Джо Байден, он пообещал украинскому лидеру современной системы противовоздушной обороны. Американские демонократы это чистые сатанисты, причем в прямом смысле слова. Эти дьяволопоклонники, когда Обама уже закончился его срок правления, а Хиллари Квинтон проигрывала власть Дональду Трампу на честных выборах, то они уходя узаконили сатанизм и поставили статую Бафомету. И вообще в США сатанизм официально, вот прям вот в сатанинской церкви существует, по всему миру идет проповедь сатанизма. И либерализм это по сути скрытое, да даже открытое. Вот посмотреть все, что проповедует либерализм, это и есть сатанизм в чистом виде. И вообще либерализм во всех цивилизованных, адекватных, национальных, суверенных странах, независимых от глобалистов, надо запретить и признать его формой сатанизма. Потому что он, это по сути и есть сатанизм, только в красивой обложке. Это идеологическая, политическая и философская форма сатанизма. Экономическая форма сатанизма. То есть это сатанисты буквально написали под себя идеологию. Штаты кишат этим сатанизмом. Военно-промышленный комплекс Соединенных Штатов Америки, он в частных руках. И в руках тех же самых Байденов, Ллойдов Остиных, Блинкенов, всех этих Камал Харрис, Их сатанинских хозяев, из оружейной мафии, этих торговцев смертью, торговцев оружием. Их хозяев мирового финансового капитала. Это вообще чистые, стопроцентные сатанисты, из-за которых 90% проблем общества. Которые являются представителями чистого зла, золотого тельца, вот здесь, в нашем материальном мире. Но сейчас, друзья, давайте вернемся к фронтам Украины и разберемся в деталях, что происходит на солидарском направлении фронта боевых действий. Последняя сводка по фронтам Украины. Обстановка на солидарском направлении фронта. Командование ОТГ «Солидар» ожидает активного наступления российских войск на рубежах Кадема-Курдюмовка и Кленовая Красная Гора для дальнейшего блокирования Бахмута, то есть Артемовска, Северо-Востока и Юга. Из самого Бахмута проводится эвакуация сотрудников государственных служб Украины в час объявленных. Согласно российской сводке, бойцы ЧВК «Вагнер» в ходе боев вышли к юго-восточной окраине Бахмута и установили контроль над Иванградом. Украинские войска понесли огромные потери и отошли в район Клещевки. Для укрепления, обороны и восстановления позиций в район Клещевки также были переброшены 43 военнослужащих, а также один взвод резерва в район Отрадовки. Из Ивановского, то есть Красного, идет эвакуация раненых при помощи боевых бронированных машин. Отряды ЧВК «Вагнера» ликвидировали опорный пункт ВСУ к западу от Николаевки, который мешал контролю над участком трассы Николаевка-2 от Радовки. Кроме этого, взят опорный пункт украинских подразделений к северо-западу от взятого под контроль в конце прошлой недели Зайцево. Для сдерживания продвижения автиллерийские расчеты вертолета Ми-8 в ВСУ ведут огонь по Иванграду и веселой долине. В районе спорного отряда ЧВК «Вагнера» владели спорным пунктом ВСУ, который располагался по обе стороны от трассы Верхнекаменка-Берестовое. Российским силам удалось вплотную подойти к территорию компрессионной газовой станции, где также были расположены долговременные огневые точки и оборудованные позиции украинских подразделений. Дальнейшее продвижение к спорному затруднено сложной минной обстановкой. А теперь, друзья, давайте в деталях разберемся, что происходит на Херсонском фронте боевых действий. Гитва за Херсон. Обстановка на Андреевском и Береславском участках фронта. На Андреевском участке фронта формирование ВСУ 46-й отдельной аэромобильной бригады при поддержке двух расчетов артиллерии, усиленной бронетехникой и БТРК, наступают на позиции военных сил России в Борозненском вдоль лесополосы в 16 километрах восточнее Давидова-Брода. На Береславском участке фронта артиллерийские расчеты 60-й пехотной бригады ВСУ проводят артподготовку по российским позициям на рубеже Пятихатки-Полянка в преддверии очередной попытки штурма. На передовых опорных пунктов пошла ротация личного состава 80-й ОМБР ВСУ. Российская сторона продолжает наносить удары по объектам энергетической и критической инфраструктуры Украины. Давайте разберемся в основных ударах высокоточным оружием и дальнобойной артиллерии, которыми российская сторона смогла нанести реальный урон украинским вооруженным силам, инфраструктуре и в целом представителям украинской власти. Военные силы Российской Федерации продолжили наносить удары по инфраструктурным объектам Украины. Российские силы поразили Ладыжинскую ТЭС в Винницкой области, электростанции во Львовской области, а также железнодорожный узел в Шепетовке. В окрестностях Киева также произошли возгорания на территории ТЭЦ-6 и Киевской ГЭС. Удары по объектам критической инфраструктуры привели к тому, что украинская власть объявила о прекращении экспорта электроэнергии в Евросоюз. А в регионах страны произошли аварийные отключения электричества. В ответ на обстрелы по инфраструктуре Украины украинцы начали обстрелы при граничной территории России. Украинские войска нанесли удары по электростанции в Щебекино в Болгаротской области, в результате чего несколько тысяч граждан России в регионе остались без электричества. В САУ нанесли удар по сельхозпредприятию в поселке Нижний Ольшанец в Болгаротской области. Раненых и погибших среди мирного населения там нет. Обязательно подписывайтесь на канал, нажимайте палец вверх. После подписки нажимайте колокольчик, чтобы вам приходили уведомления с моего канала. А также нажимайте все, чтобы вот вкладочка все сразу после колокольчика, чтобы все уведомления с моего канала к вам приходили. Потому что заметили такую проблему, что мои видео, большую часть из них убирают из рекомендаций для неподписанных пользователей. То есть если у вас нет подписки и колокольчика, мой ролик может к вам попросту не прийти. Вот на многих из моих роликов 90-98% моей аудитории. Это значит, что ролики ограничивают на продвижение аудиторий, неподписанных на канал пользователей. Делается это целенаправленно. Либо это ботафермы массово жалуются на канал и тем образом выбивают. И вот там есть определенная схема, определенный алгоритм. Я как-то сниму ролик, про это расскажу. Чтобы ролик не пускать на внешнюю аудиторию. Соответственно новая аудитория ролик не увидит и ролик получит в 10 раз меньше просмотров. Если так, мои видео набирают по 900 тысяч, по миллиону, иногда по 2-3 миллиона, когда нет внешнего вмешательства. Когда есть внешнее вмешательство, ну 200, 300, 370, 400 тысяч, это вот чисто из нашей аудитории. Но чтобы вы понимали, такого нет ни на одном новостном и политическом канале. Чтобы 300 с чем-то тысяч железобетонной аудитории, то есть это наша с вами аудитория, это люди наших с вами взглядов, которые стабильно смотрят видео. И даже при том, что его глушат, они его распространяют по своим знакомым, по каким-то социальным сетям. И даже при том, что ролик буквально отрезан от распространения на внешнюю аудиторию, в нем все равно идет плюс по подписчикам. То есть считайте, новым зрителям не показывают, старым кому-то что-то не нравится, они отписываются. Но при этом все равно плюс в подписчиках. То есть люди друг другу пересылают, люди все равно подписываются. И несмотря на то, что максимально глушатся, задают проблемы каналу, все равно все это идет вверх. Поэтому обязательно жмите колокольчик и вкладочку все, передавайте мои видео своим друзьям, знакомым, родственникам. Пусть люди знают правду, пусть будет эпидемия правды. Давайте говорить, как оно есть, давайте называть все своими именами. И в целом, да, осуществляется давление на канал просто чудовищное. Чудовищное. Вот много кто спрашивает, почему там ролики называешь котел или еще как-то. То есть бывает так, когда меняешь картинки и название, ролик выбивается из вот этих вот систем, что он не попадает на внешнюю аудиторию. И он начинает прорываться. И там меняешь картинку, ставишь название. Ставишь название больше двух слов или какое-то другое, но не прорывается. Вот я заметил слово котел, оно прорывает как-то эту броню. Что они конкретно делают, я в принципе догадываюсь, знаю, про это отдельно как-то расскажу все. То есть либо боты просто массово жалуются. Вот 5000 каких-то ботаферма сидит, аккаунтов, смотрят ваши видео 2-3 секунды, а потом выходят. А в алгоритме ютуба идет такая информация, что люди выходят и как бы смотрят только 3 секунды. Соответственно, этот ролик не надо рекламировать и показывать на другую аудиторию. То есть ботами уже сбили продвижение видео. И вот так делается на потоке. Только выходит какое-то видео, тут же 5000 ботов. Параллельно 5000 жалоб прилетает. То есть кричат о том, что кликбейт, о том, что какие-то проблемы. И ролик отправляется на дополнительную проверку. А дополнительная проверка длится, к примеру, до недели. А ролик теряет свою актуальность. Вот сегодняшняя сводка, она не будет уже актуальна через неделю. Но на это время они выбивают продвижение на внешнюю аудиторию. Более того, возможно, есть коррупционеры в самом Ютубе, в самом Гугле, которые буквально берут деньги за то, что выбивают ролики из вот этого момента. И с этим сталкивались уже многие блогеры, с многими общался. Многие даже решали эту проблему. То есть такая же проблема была и у Владимира Золкина. И он подъехал в партнерку Айр вместе с представителями ГУРА. Но он там про украинскую позицию занимает. И он вместе с силовиками украинскими приехал, устроил там какой-то разнос. И ролики у него начали заходить. Такая же проблема там была у Казарова, Максима. Такая же проблема была у Арестова. Такая же проблема была у многих там и лояльных к России, и лояльных к Украине. То есть вот какие-то есть силы, которые все это делают. Расследование, кто это делает, ну честно говоря, указывает даже не на прозападные силы. Потому что если прозападные силы берутся за какой-то канал, они его просто банально удаляют. Через центральный офис, то есть через американская власть. Они просто-напросто удаляют каналы. Как это удалили Ануфриенко, как это удалили Подоляки. Указывает, честно говоря, все на то, что это делают с российской стороны. Зачем, я до конца понять не могу. То есть, возможно, есть какие-то свои сетки блогеров, которых они продвигают. И когда такие авторы, как я, которые от них как бы независимы, но в то же время риторику дают в принципе такую же, плюс-минус. Может быть, они просто кучу денег распиливают и разворовывают на своих сетках. И объясниться перед своим начальством, почему вот такие блогеры без вливаний денег, без ничего, и прут еще лучше, чем их блогеры. Они не могут, и поэтому через свое лобби внутри Гугла, через свои какие-то деньги, через свои батафермы просто-напросто глушат вот таких авторов, как я. Целенаправленно. Кто-то называл фамилии, но это с украинской стороны, что это делают якобы батафермы Евгения Пригожина. Кто-то называл, что это группа Кириенко, которая работает социальными сетями со стороны Российской Федерации. Зачем им глушить меня, я до конца не понимаю. Я ни слова, ни плохого ничего не говорил против Сергея Кириенко. Наоборот, говорил, что он поменял взгляды. Не тоже поменял, он наоборот сейчас государственнические взгляды имеет. Он как бы придерживается оппозиции, очень жесткой, очень четкой. Он определился, я ничего плохого против него не говорил. Против того же Пригожина. Зачем им глушить меня, я до конца не понимаю. Но я более чем уверен, что лично им это точно не надо, ближайшим экзамам не надо. Но какие-то крохоборы, коррупционеры, которые где-то там в системе у них устроены, могли против меня вот такие действия делать. Либо в своих личных коррупционных интересах, либо просто как-то вот, ну то есть мутят в воду. Я думаю, что все устаканится. Мы все равно рано или поздно прорвемся, рано или поздно победим. Я надеюсь, что у Кириенко и у Пригожина получится навести в своих структурах порядок, что там не будет коррупции, не будет каких-то вот таких гнилых действий со стороны сотрудников. Когда ничего не будет, вот бюрократия, как бы бюрократический аппарат, как-то вот такие какие-то куролесы делать, что глушить по сути. Ну, прорвемся, разберемся. Я думаю, что правда и справедливость они все равно победят. И мы всех этих западных империалистов, всех этих сатанистов, приспешников золотого тельца, всего этого мирового финансового капитала, рано или поздно разгромим. И самое страшное, что дьявол, он поселил, знаете, раздоры внутри тех, кто против него сражаются. Вот меня глушат структуры, да, российские структуры глушат мой канал. По какой-то бюрократии, коррупции, по какой-то ошибке, при том, что руководители этих же структур в этом не заинтересованы, вот так оно происходит глупо. Когда бюрократический аппарат вытворяет такие вещи, которые сложно здоровым рассудком переварить. Но все равно добро победит зло, рано или поздно мы разгромим всю эту сатанинскую систему, а в своих всех рядах порядок рано или поздно наведем. Все будет добро. Мы с Богом и дьявола разобьем, и всех его приспешников.